МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То чувство, что еще зима, но уже запахло весной. Ну, потому что впереди очень много праздников. Прям целая грядка. Да. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. И все, кто их объединяет, это отношения между мужчинами и женщинами. Ну, а не только. Шуточки вспомнили всякие на эту тему, что 14 февраля – это день секса за открытку, 23 февраля – это день дезодоранта, а 8 марта – это день мести за дезодорант. Ну, это я так уж просто вспомнила, что шутки шутками, но тем не менее все равно отношения – это важно, ценно и главное в нашей жизни, наверное. И про это сейчас будут рассказывать вам, или, по крайней мере, делиться своими мнениями и мыслями. Единственная ведущая с бокам в кадре – Елена Ларина и мастер стилитических практик Алексей Рябков в программе «Арктипант». Да. Про отношения, какими они бывают и почему хотим поговорить сегодня и что с ними сделать, если вы оказались там. А пока немножко… Театральной жизни нашего города. Да, да, да. И что же предлагает нам театральная жизнь нашего города в эти выходные? 11 февраля приглашаю вас в театр «Балтийский дом». Там будет антреприза, но антреприза с участием замечательной, знаменитой, любимой нашей Лии Ахиджаковой. А пьеса называется «Мой внук Вениамин». Удивительная, пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфири живет воспоминаниями о прошлом в памяти ее традиций и порядке из детства. К чему это приводит, узнаете, если увидите. Если говорить уже про 12 февраля, то здесь на выбор. Либо спектакль «Love Letters» в ДК «Выборгский», либо в театре на Коломенской, клоунское шоу в стиле кабаре «Знай, это любовь». В начале про «Love Letters». Екатерина Климова и Гоша Куценко играют в «Любленных». И это, конечно, спектакль о любви. Это понятно из названия, любовные письма. Есть двое – он и она. И они пишут письма друг другу. Пишут письма друг другу всю жизнь. Как-то грустно. Ну вот, чтобы не было грустно, как раз про театр на Коломенской. «Любовь. А что это такое любовь?» Цитата нашего замечательного осисяя. Так это настоящий сюрприз для зрителей, любителей хорошего, доброго, питерского юмора. И отличный подарок для всех ко дню влюбленных. «Будет круто», – обещают создатели. «Никто не останется равнодушным». Участвуют актеры, содружество лучших клоунов, эксцентриков и артистов оригинального жанра. Надо сказать, что знаменитые клоуны «Золотого» состава лицедеев, Вячеслава Полунина, Роберт Городецкий, Валерий Кефт, Анна Орлова и их лучшие ученики – все это будет представлено вашему вниманию. Приходите, не пожалеете. Ну а 13 февраля в театре комедии имени Акимова «Иллюзии любви». Ну если День Святого Валентина, как же без любви? Это пьесы просильных, но нерациональных женщин, движимых чувствами и обманутых, но прагматичных и прочно стоящих на ногах мужчин. Что из разных коллизий выходит, узнаете, если увидите. И стоит, конечно, посмотреть на блистательный актерский состав Ирина Мазуркевича, Константина Воробьев, Андрей Толшин и Борис Чистяков. Все это в эти выходные. Не оставляйте театральную жизнь нашего города без вашего внимания. Развернем наш этот вот Таумуд с типами отношений. Карта военных действий, можно сказать. Карта, да, может. Ну, практически. Ну, то есть с чего начинается типы отношений? Вот по, наверное, глубине вовлеченности. Первый тип отношений, когда отношений нет. Это что, отношения? Ну, человек находится в поиске. А-а-а. Ну, конечно, может быть в отрицании, что мне ничего не надо, мне так хорошо, да, но мне кажется... Не зависимая женщина и сорок кошек, а не я. Ну, вообще, нет такой. Ну, мне кажется, все равно человек находится в поиске, и он как бы вот ищет вот эту вот гармонию с самим собой, хочет разобраться, что там происходит. И вот этот целый огромный блок вот этого типа отношений в поиске. Ну, потому что даже вот эти все вот состояния, я женщина вам, я мужчина вашей мечты, то оно все про то, что мы сразу в поиске. Мы пытаемся примериться, соединиться, чтобы что-то подошло, но никого нет, все не подходят, и мы начинаем вновь и вновь перебирать, когда уже эта фигура найдется. И вот, что я думаю на этот счет. Мы все травмированы, травмированы в отношениях, пережили, вот как после, не знаю, американцы после Вьетнама, советские солдаты после Афганистана, пережили какой-то вот ад небольшой в своих отношениях. И, конечно же, после этого мы все травмированы, и не все даже умеем в этих отношениях находиться. И когда мы соединяемся, соединяемся, как правило, еще болезненными частями, и вновь себя травмируем своими ожиданиями, своими представлениями о том, каким должен быть мужчина, какой должна быть девушка, обиды, соответственно, с предыдущих вот всех попыток что-то построить. И что надо? Надо бережно относиться друг к другу, ведь, собственно, мы все стремимся к счастью, и все, но это непросто, вот. И никто не виноват, собственно, в том, что вот с нами вдруг оказалось так. И единственный способ – это все-таки двигаться дальше, оставляя негативное прошлое позади, и стараясь выстроить отношения, уходя от стереотипных ожиданий, уходя от идеальных представлений, и понимая, что все мы неидеальны, и это прекрасно. Так вот и хочется спросить, ладно, никто не виноват, как два вопроса, кто виноват, а что делать? Бережно относиться друг к другу. Хорошо. Убрать ожидания. Хорошо. Убрать идеальные образы, и смотреть не на то, как соответствует ли он какому-то придуманному или она списку, а хорошо ли тебе делиться, а хорошо ли тебе мужчина вот в этой паре. И если ты там счастлив, то, может быть, и не надо что-то придумывать, а вот прям вот раскрывать, усугублять, и чтобы счастья этого, наслаждения было больше. Прекрасный план, прекрасный. Я думаю, прямо сейчас прекрасно прервемся на что-то музыкальное в нашем эфире и вернемся к вам дальше. Да. Не звони мне больше, Никогда не пиши, не лайк. И мои фотки в инстаграм больше не для тебя, зайк. И погрусти денек, другой мир наизнанку. И шагай красивый дальше, Держи осанку, а я Один останусь дома на неделю, Заварю в ВР, буду вязать бастель и муза. Придет под утро строго после беди, Поцелуй пулей в голову, Я разрешу войти. Юля, 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 Моё сердце пронзило, как пуля, Словно снег в середине июля, Накрыло меня на крылое. Юля, 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 Без тебя не я, мне сплю я, А тебе одной пою я, Как же ты меня в себя так любила. Ю, А, Ю, А, Ю, А, Ю, Для тебя пою на бою, Устроен на трою пол мира подаю тебе, Тебе, Музыка в огне, Без тебя словно на войне. Ю, А, Ю, А, Ю, А, Ю, Для тебя пою на бою, Устроен на трою пол мира подаю тебе, Тебе, Музыка в огне, Без тебя словно на войне. Время рвёт страницы, мы жжём мосты Нам не остановиться, всё реже мои сны озаряем По ночам твоя улыбка, я не твой кот, а зайка А ты не моя рыбка, но знай Когда-нибудь далёкой весной Однажды по дороге домой Ты случайно встретишь меня И мы обнимемся с тобой, как старые друзья Юля, 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 Юля Моё сердце пронзило, как пуля Словно снег в середине июля Накрыло меня на крыло, yeah Юля, 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 Юля Без тебя не я, мне не сплю я А тебе одной пою я Как же ты меня в себя так любила Ю, 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 Ю для тебя пою на бою Стоя на краю пол мира подаю тебе Тебе Музыка в огне Без тебя, словно на войне Ю, 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 Ю для тебя пою на бою Стоя на краю пол мира подаю тебе Музыка вольвы без тебя словно на войне Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Тебе, тебе, музыка в огне, без тебя, словно на войне. Ю-а-ю-а-ю-а-ю, для тебя бою на бою, стою на траве, по миру подаю. Тебе, тебе, музыка в огне, без тебя, словно на войне. Так вот, я бы хотел все-таки добавить, что если отношения не складываются, то, может быть, проблема не в избраннике или избраннице, которая попадается, и все они такие какие-то мертвые, а, может быть, количество травм накопилось и требует профессионального вмешательства. Поэтому... Обращайтесь к Алексею Рябковым, он профессионально вмешается. Или так, или найдите своего мастера, психотерапевта, психолога, который окажет вам квалифицированную помощь, потому что уже не модно ходить с этими травмами, модно их исцелять и быть здоровым, богатым и счастливым. И вот, переходя вот дальше от этой вот нулевой позиции, такой нулевой пациент, когда... Первый до нуля, как и сейчас. Сейчас-то модно, да, нулевой пациент. И уходить дальше к позиции, да, то есть уже не нулевой вариант, как мы его первым называли, а вот первый. Первый, когда действительно отношения начинаются. Я называю это отношения двух половинок. Когда вот все-таки люди со своей болью, со своими травмами совпали. Совпали так, что перекрывают. Вот не знаю, как опирают друг на друга, да, вот таким вот домиком. Они вот раз и обрели, наконец, опору. Ну, я это называю иногда вот как паза, да. То есть они вот какими-то вот кривыми местами, но они вот сцепились, срослись плавниками, как песни еще одна. Никого не хочу обидеть. Вот, но обижу, естественно, да. Вот когда свой косой нашел свою кривую. Или наоборот. Ну, когда, собственно, мы все травмированы, да, мы находим поддержку друг к другу, и мы становимся сильнее. Часто эти отношения возникают как раз вот еще где-то в молодости, когда болят человек не так много. Но если они есть, они прямо ощутимы. И мы вот в этих отношениях срастаемся, поддержим друг друга. Только поддержка эта со временем, конечно, чахнет. Чахнет она потому, что если, например, девушка ищет сильному мужчину, который будет решать ее проблемы, да. Да, распространенный тоже такой подход. То, как правило, она находит кого? Мужчину, который брутален, но оставляет ее наедине с ее же проблемами. И сильным оказывается она через какое-то время. И когда она это осознает, собственно, вот такие отношения распадаются. Или когда сильная женщина, которая боится найти еще более сильного мужчину, не дай бог, они, правда, в этом никогда не признаются. Но она выбирает мужчину прям заведомо слабее себя. Который вот она сможет контролировать. Которого она может подавлять. И вот не пускать как бы его за пределы вот... Того, куда она его пускает. Да. И когда он тоже дорастает, он говорит спасибо девушке, которая мне как мама. И я пошел к другой девушке, которая мне не как мама. Можно сказать, что похожие истории возникают и у мужчин. Но почему-то они более одобряются обществом. Хотя разницы, мне кажется, никакой нет. Когда мужчина выбирает заведомо девушку слабее. Берет ее в оборот. И, собственно, принуждают ее делать то, что ему прям душе угодно. Что ему хочется. И почему-то общество. Вот я не знаю, камень чей-то огород сейчас кинул. Общество почему-то считает, что это прям хорошие отношения. Когда мужчина сильный, а девушка слабая, зависимая. Но она поддерживает всячески. Да. Из этих отношений, конечно же, тоже все вырастают. Потому что, ну, давайте честно. Вот если мы выбираем молодость, красоту, глупость и подчинение. То можно выбрать потом просто следующую версию, которая будет моложе и красивше. А эту оставить вот на алиментах воспитывать детишек. Собственно, так многие делают. И почему-то девушки продолжают упорно искать все равно такой же типаж. И снова попадают же, выступают на эти грабли. Но в зависимых отношениях такого рода никогда в счастливых отношениях не будет. Мой совет. Все равно. Даже если вы оказались вот в таких вот отношениях двух половинок. Часто это созависимые отношения. Обращаться к мастеру физических практик Алексею Ревкову. Ну, конечно, но не об этом я хотел сказать. Я хотел сказать про то, что, собственно, мы все выходим из каких-то своих травм. Вот. И не нужно пытаться затыкать проблемы другим человеком. Потому что рано или поздно это пройдет. Нужно учиться у него, у нее. И таким образом расти. И вот этот совместный рост, он объединяет, укрепляет. Никогда не нужно спасать, а нужно расти вместе. В общем, любить и себя, и другого человека в этих отношениях. И вместе расти. Бывает такое, что, конечно, он расти не хочет, скажет мне кто-то. Или она не хочет. Она хочет остаться той же маленькой девочке, которую взяли там под крылом. Ну, я считаю так. Ты принимаешь, наполняешь любовью, растешь. И тут выхода нет. Или партнер-партнерша будет расти вместе с тобой. Или на этом месте окажется другой человек, который будет соответствовать твоему росту. И вы, в общем-то, тоже будете счастливы. Не надо бояться прям ставить точку в отношениях, если вы в них несчастны. Надо стремиться к тому, чтобы делать друг друга счастливыми. Ну, а сейчас посмотрим кое-что про киножизнь нашего города. И не только нашего города. Я думаю, про счастье мы еще вернемся поговорить. Да. В мире есть места, которые не найдешь на картах. Но они есть. Надо просто поискать. Эй, парень, а ты не слишком молод для бармена? А вы не староваты для выпускного? Из всех ценностей ты выбрал карту. По этому маршруту Магеллан обошел весь мир. Историю любишь? Эти сокровища так и не нашли. Там миллиардов на пять. Ты здесь из-за брата, так? Вы что, знакомы с Сэмой? Найдем золото. Найдется и он. А это еще кто? Я? Я друг Салли. У Салли нет друзей. Я знаю, я одна из них. Вы коллекционер? Да, балуюсь. А я не балуюсь. Моя семья ищет эти сокровища очень-очень давно. Столько крови. Он, типа, убить меня пригрозил. Не трогай ухо, выглядишь полным придурком. Ты сам не знаешь, с кем связался. Да я с самого детства об этом мечтаю. Брат оставил мне одну подсказку. О, боже! О, господи! Сопляк решил поиграть с большими мальчиками? Что ж, наслаждаешься шотландским гостеприимством? Чего? О, черт! Мы переходим к самому распространенному типу отношений, устойчивому типу, когда часто люди, которые попадают, и вот как колея, куда из нее денешься. Речь идет про кармические отношения. Дело в том, что мы, конечно, живем не первый раз, и мы уже многие встречались. Ну, просто вдумайтесь. Из миллиона человек, которые живут только в нашем городе, мы знаем, ну, сколько? Ну, тысячу. Ну, дай бог. Может, побольше. Ну, прямо вот знаем. Прямо знаем. Да, что вот не просто по имени там, да? Друзья в контакте. Да. А когда вот хоть что-то, какое-то время если провели, да, согласна. Что ты знаешь, характер, поведение, что вообще за человек. Таких людей мы знаем немного. А почему? Как вот из миллиона, да, мы выбираем вот такую вот небольшую связку? Или они выбирают нас? То есть, явно, что это какой-то бессознательный, да, путь, что я что-то увидел, что-то и что-то почувствовал. У меня сразу какая-то реакция. Иногда реакция отрицательная. Сразу почему-то ненавижу этого человека. Такое бывает. А иногда это прямо такая положительная. И прямо такой, о, прямо любовь навеки. Вот надо мне там быть. Он лишь пошел, я вмиг узнала. Это из Пушкина. Классика, да. Потому что мы уже знакомы. Потому что мы уже встречались. Потому что история даже, скорее всего, ни одной жизни как бы нас соединяет. И поскольку в результате вот этих вот конфликтов, которые были тогда, произошел обмен кусочками души. Мой кусочек застрял там. Ее застрял во мне. И нас неудержимо тянет. И мы никак не можем оторваться. Потому что нам суждено присоединиться, обменяться кусочками. Вот. И завершить какие-то истории, которые были раньше. Эти отношения всегда очень ярко видно. Потому что тянет. Неудержимо. И потому что дальше, как испорченный телевизор, переключаются программы. То, как бы, ты брутальный мачо, она такая милая девушка. То она мама, ты маленький ребенок. То она мужик, ты девушка. И таких вот программ, да. То есть в одних отношениях может быть несколько. Как будто насылаиваются. Какие-то вот слои. И ты такой просто вот пытаешься понять вообще, кто ты в этих отношениях. И если там была какая-то жесткая карма, а это, как правило, вначале нас тянет, тянет, тянет. Прямо вообще неудержимо. Прямо отлично все. Вот вся вот эта сексуальность и смерть, они очень рядом. То есть какие-то там кровожадные убийства. А потом начинается месиво. Вот. Когда мы начинаем мочить друг друга, шматить. Не обязательно руками, я надеюсь. Махшки, говорите на подруга. Но иногда это на словах, это эмоционально, это тоже бывает очень сурово. И такие кармические отношения, они вот как под копирку. Они вот длятся примерно. Одни отношения, где-то это, наверное, три года. Любовь живет три года. Это отсюда, видимо. Ну, да. То есть три года, если не ускорять. Она длится. Одна жизнь. Пять, семь вот этих вот. И дальше вот эта чертность, она продолжается, потому что вот нас соединяет судьбы разных наших воплощений. И пока мы не отдадим долги, нас будет туда тянуть. Поэтому, друзья мои, какой совет, наверное, бы я хотел тут дать? Если вас куда-то неудержимо тянет... Отдайте долги. Отдайте долги. Не факт, что там будет хорошо. Скорее всего, там придется эти долги все равно отдать. Как отдавать долги? Самый простой способ, скажешь, деньгами. Но можно и любовью. Даришь любовь, даришь принятие, делаешь что-то хорошее для человека и не ждешь, что он тебе ответит, потому что долги отдаешь. Ты же должен. Ты как бы с того раза еще возвращаешь. То есть немножко побыть в этой безответной самоотдаче, даря свою любовь, не требующую взамен, чтобы наконец эти долги отдать. И лучше как бы туда не... Когда же вы денетесь? Конечно, вас затянет в эту порогу. И все равно будет, потому что кармические отношения очень сильные. И мы реально путаем эмоции из других жизней с эмоциями здесь. Ну, серьезно. Но если вы прям действительно наблюдали за этим, то вы наверняка видели, что эмоции не отсюда. У них даже почвы нет, причины нет для таких эмоций. Они вот там обиды какие-нибудь. Или претензии. Да, на ровном месте. Раз и понеслось. А это все потому, что вот они в прошлой жизни. Поэтому любите друг друга, относитесь опять же бережно. Я уже к очередной раз. Да, да. Ко всем отношениям относятся. Ну, праздники. И, собственно, в этой бережности надо понимать, что мы как бы отдаем долги друг другу. Вот. И если вам кажется, что вам не отдают, то это не ваша проблема. Вселенная все выровнит. Отдайте за себя. Вот решайте за себя. Не надо решить за других. За себя отдал, как говорится, расписался в этом самом получении. Все. Дальше Вселенная найдет, как тебя вознаградить. Мой долг перед мирозданием, перед искусством почитать стихи прямо сейчас. Прямо сейчас это и сделаю. Это да. Я экономлю нервы, зная его натуру. Так что не говорите, с кем он сейчас и где. Мне интересно вот что. Кто накурил Амура? Кто накурил Амура в тот злополучный день? В центре с утра шныряли в штатском агенты Мура. Крупных парык забрали. Мелочь легла на дно. Так что мне непонятно, кто накурил Амура. Кто накурил Амура просто капец, сука, говно. Мальчик то ржал, то плакал. Мальчик палил с луком. Мальчик палил, не глядя в этой суете. Кто накурил Амура? Дайте мне эту суку. Вот тебе, баба Люба, и Валентинов день. Ну, как всегда, представительная Соломонова с ее тонким юмором. Вот тебе, баба Лена, хочется сказать, и Валентинов день. Так где выход-то? Где все-таки отношения, которые, ну, если уж не идеальны, то, по крайней мере, гармоничны и прекрасны? Ну, я буду не я, если не скажу еще про один. Типы отношений, которые, как, не знаю, вишенка на торте, про него обязательно нужно рассказать. Мы уже сказали, что нулевые отношения, это когда их нет. Да, или поиск, или такое, отрицательные отношения. Да, все находятся в поиске, переборки иногда, вот, или, типа, вот вообще мне ничего не надо. Второй вариант, или первый, первый, отношения двух половинок, компенсационные отношения, созависимые, вот всякие там разные. Иногда это переносы родителей, иногда это затыкание дыр. Ну, то есть вот, собственно, нашли два одиночества друг друга, и как-то две дырки свои затыкнули, стало им этого легче. Или больше дырок. Вот третий тип, который второй, да, отношений, это отношения кармических половинок. Мы уже встречались, мы уже отношения строили, и встретились вновь, чтобы в очередной раз что-то попробовать сделать хорошее, или, по крайней мере, отдать долги. И... И третий, третий способ построить отношения, это уже способ строить отношения двух целостных личностей. Ну, то есть вот... Прекрасно. Пока ты не закрыл свои травмы, пока ты не пытаешься свою какую-то боль закрыть другим человеком, чтобы тебе стало хотя бы спокойно, вот, до тех пор про целостные отношения говорить нельзя. То есть вот, когда мы говорим про эту терапию, собственно, она как раз нужна, чтобы стать целостным, стать независимым, стать стабильным, стать гармоничным, без отношений. Чтобы отношения не было к потребности что-то там компенсировать, закрыть, или отдать какие-то долги. Вот. И когда ты целостный, когда у тебя позитивные ожидания, это еще отдельная, да, вот история, как у тебя позитивные ожидания сформировать, потому что негативные, скорее всего, формируются, от отношений, убрать вот эти ложные ценности, что партнерши-партнерши что-то там должны, вот, и относиться к там как возможности сделать друг друга счастливее, вот тогда и начинаются взаимные партнерские отношения, когда каждый что-то привносит хорошее, и от этого хорошо обоим. И нету такого, что кто-то тянет одеяло на себя, нету такого, что кто-то хочет что-то поиметь, нету потребности вот я слабый или слабая, спаси меня, да, ну, то есть, вот часто возникает такой разговор, вот мужчина должен содержать девушку. Ну, как бы да, бывает. Почему-то вот в обществе есть такое мнение, я отвечу так, представьте отношения двух ненуждающихся людей, ну, вот человека, который есть деньги и у того, и у другого, и они умеют зарабатывать, согласитесь, они будут строить отношения совсем по-другому. И когда мы говорим про целостных людей, мы говорим про тех, которые независимы и стабильны, умеют сами решать свои проблемы, сами умеют зарабатывать, вот, и лучше научиться зарабатывать, чем подать зависимые, согласитесь. Да. И, собственно, они находят вот эту свою взаимность и счастье. Конечно, даже, когда два человека целостные, это не значит, что они обязательно должны стать парой. Я все-таки считаю, что здесь как раз начинается то волшебство, то чудо, которое соединяет каких-то людей и дает им возможность быть вместе. Они, как минимум, друг друга не бесят, они, как минимум, друг друга не устают друг от друга, а наоборот, отдыхают вместе и скрашивают свою жизнь с момента жизни, прекрасными моментами любви. Как это мило, как это здорово, пускай у каждого будет такое, ну или по крайней мере стремиться к этому, чтобы такое могло быть. Ну что же, про это и еще потом про многое другое расскажет вам единственная ведущая с бокалом в кадре Лена Ларина и мастер целительских практик Алексей Рябков. Но уже в других программах Аркетербенд. А здесь уже все. До встречи. Пока. Ура, до встречи. Пока.